Вот, я сейчас открываю. Сначала вот течет нормально. Все, все. Вот. В разгар лета без воды. Не пались грядки, а иногда даже и не попить. Третий месяц водой Фанья Ханеева запасается впрок. Днем по каплям наполняет ведра, чтобы вечером орошать грядки. Растем в Викторию, а палить нечем. Вода пропала в мае месяце. Такой практически засухой в Нижнем Услоне обернулся недавний ремонт водонапорной башни. В мае воды перестало хватать на всех, поэтому жители решили поменять слабый насос на более мощный. Сумма насоса 53 900. Каждый житель собирал по 1000 рублей. Новый агрегат должен был решить проблему, но по словам жителей стало только хуже. На настоящую засуху сетует на улицах Карла Марса, Красноармейская, Гагарина, Горького. А вот до напорной башни уже все сказано. То, что ее построили, то, что она людям сейчас воду не дает. Я говорю, за Нижнюю улицу мы тоже сейчас без воды. Мы находимся у той самой единственной на все село водонапорной башни, которая, судя по непрекращающемуся звуку, и, например, вот этому напору, функционирует нормально. Вопрос лишь в том, хватит ли мощности всего одной башни на весь Нижний Услон. Одной скважины мало и в сельсовете признают, что уже пошли на крайние меры. Перешли на суточный режим. Каждый день в Нижнем Услоне перекрывают по одной из улиц, чтобы другим доставался хотя бы какой-то напор. В этом году бурим еще одну скважину дополнительную. На будущий год при условии объема денежных средств, ну, в нужном объеме, запланирована замена азбекциям метрного водопровода, скоптажа протяженностью 3,5 километра. Так власти рассчитывают уменьшить нагрузку на единственное на село башню. Пока к ней подключены минимум три крупные сельские улицы. Рамиль Шайдолин, Ренат Сафин, ТНВ, Верхнеуслонский район. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин